всем привет добрый вечер еще вчера обещал снять видео про хват короткий близкий магазин давайте приступим есть у меня тут пока есть у меня форма рассмотрим обе по-быстрому постараюсь первое начнем с того что мне нравится это удержание за магазин вот таким вот образом знаю откуда растут ноги этого хвата знаю откуда он появился и почему причина его появление очень простая у ака приклад фиксированной длины стандартного ака военного армейского да будь то рамочный приклад на 74 или там деревянный или пластиковый они все фиксированной длины не имеют какой-то регулировки по длине помимо затыльника который вы делаете не но отрегулировать приклад нельзя для этого нужны какие-то установки специальных переходников под трубку типа и тогда можно в стандарте нельзя поэтому при использовании снаряжения современных там средств индивидуальной боезащиты бронепластин бронежилетов разгрузок и так далее создается дополнительное пространство между причем тело и приклада и в этом пространстве не вписывается это стандартная длина поэтому и таком выносе автомата руки чтобы схватиться за цевьё не хватает особенно при фронтальной стойке которую мы стараемся теперь учить то есть если ничего нет конечно что получается только появляются всякие дополнительные штуки руки сразу подходят ближе потому что туда не дотягиваются и чтобы не искривлять спину не вставать неудобные положения хватаются поближе в чем минус чем плохо в этом плохо то что огромное количество веса автомата большее чем чем вот это да сейчас продемонстрирую вот перевешивать вперед потому что вот эта вся часть она тяжелее чем это то есть большинство веса автомата остается неконтролируемой наша точка опоры находится слишком близко то есть точки опоры между собой находятся слишком близко все данном случае три раз два три четыре щека еще на прикладе они все находятся очень близко друг другу и половину оружия они не контролируют что это значит это значит не только откат происходит при выстреле от отдачи да вот такой происходит еще вот такие горьбами ну я сейчас утрированных показывает что они такие огромные да но они происходят то есть эта часть она тоже имеет вибрации колебания если вы их не гасите каким-то удержанием то сама стабилизация после этих колебаний и сам амплитуда этих колебаний становится больше в данном случае удерживая так мы полагаемся только на вот эту часть то есть на вот на сухожилие кисти до мышцы которые это удерживают они не могут долго с этим справляться во первых да и в принципе для одного выстрела если быстро стрелять в темпе и прицельно стараться попадать то ни хрена хорошего не получится при таком хвате многие нагрочились там да на близкую дистанцию вскидываются за магазин попадают и говорят ну чё я попадаются нормально ну да попадает потому что мишень близко она большая и в каких-то пределах это укладывается да но если проверить быструю темповую стрельбу на ту же дистанцию или на три разных дистанции да с такого хвата и допустим со спортивного выносного хвата результаты будут не в пользу хвата за магазин это просто обычная физика понятно что выносной хват это спортивный который коста там макпул тактикул и все такое он красивый хорош но в условиях стерильных когда его в таком виде у меня там автомата здесь на поясе еще пару магазинчиков я в шортах и кроссовках все круто как бы это можно выносить и все это очень классно и удобно потому что этот большой палец указывает в сторону мишени и мы такие вскидываются и быстро переносница все получается хорошо но в снаряде фронтальной стойке с рюкзаком на спине ни хрена это не получится хорошо да и даже без всего этого если долго удерживать если пытаться стрелять стоя там по 10-15 мишеням то рука очень быстро устает в этом фронтальном хвате выносном да какие еще есть промежуточные варианты между крайностями вот этими самым длинным хватом и самым коротким есть промежуточные варианты первый из которых а кстати на удерживаются магазин есть еще один косяк который забыл когда человек начинает перекладывать руки у него палец ложится вот сюда причем я это наблюдал опытных стрелков да они шарахают себя офигенно затвором по пальцу потому что привык удерживается магазин и перекидываясь на левое плечо они ухватываются вот таким вот образом получают откатом по пальцу откатом створа то есть тоже негативный момент достаточно серьезный потому что чревато и травмами и задержкой при стрельбе то значит промежуточные варианты возвращаются первое удержание хотя бы за часть цель я за вот таким вот таким то есть тогда магазин он только упирается вот тут в основании ладони как раз служит вот этим вот фактором удерживающим больше от вот такого круто да в то же время рука все еще близко к телу даже при снаряге то есть можно здесь ухватиться это уже на порядок лучше чем удерживать за них магазин дальше вариант традиционный это менять здесь не просто так появилась она как бы для того чтобы здесь держаться и это не дурак придумал то есть но здесь должно быть да она спокойно веком на стрелковом оружии есть такая штука которая называет цивил и она служит для того чтобы туда класть ну вот поэтому есть варианты удержания за цевьё традиционно есть вот такой когда локоть чуть-чуть есть еще один который практикует там нашего доблестно играть с кармией это стойка которая не фронтальная то есть занимается вот такая стойка и вот такой вот 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 такой плане значит что что мы при скидывании выносим одну ногу вперед проворачиваемся боком подгибаем коленки и убираем магазин фиксируем его от прокрута вот сюда за основание и удерживаем цепьё с двух сторон а указательный палец направляем в сторону мишени и получается такая вот комбинация работает но довольно неплохо скажу вам честно то есть проблема только в том что нужно делать дополнительные манипуляции с ногами то есть не получится стрелять из положения ловы реги максимально быстро так удобно это делать тогда на одной оси получается а вот если идет этот вынос ноги то все очень гармонично получается очень хорошо и очень устойчиво и кучность хорошая то есть как вариант может работать вот так что ну вот эти вот все варианты которые сейчас сказал они в принципе лучше чем банальное удержание вот такой потому что не перенос нормальный не быстрый темповый огонь нормальный из этого положения делать будет тяжело ну все конечно субъективно да можно сказать что он я попадаю уже хорошо вопрос куда попадаешь какого размера цель с какой скоростью с какими сплитами в каком темпе что касается арки если удерживать так получается что мы удерживаем ловар да то есть атор мы не задействуем своими руками вообще не трогаем если так держим то же самое несмотря на то что ствол и и приклад на одной оси на одной линии до удержание точками опоры внизу она все негативно сказывается на этой стабильности то есть из-за этого вот эти вот постовские хват и они вообще придуманы чтобы эта рука была полным продолжением на линии создавала некий такой треугольник то есть рука . упора . упора и она все как башня движется быстро и хорошо гасит импульс то есть чем дальше хват тем меньше подбросы все остальное поэтому варки точно также чтобы удерживать близко несмотря на маленькую оттачу этого оружия вообще в целом все равно это херово вот мое видение не претендуя на истину в последней инстанции каждый может остаться при своем мнении я всего лишь бы сказал свое good night